Назван победитель конкурса по разработке мастер-плана Дербента. Им стал консорциум под управлением компании «Новая земля». Проект рассматривает Дербент как перекресток культуры эпох, предлагая поэтапное развитие города до 2040 года. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. Дербент – перекресток культур, где древность встречается с будущим. Под таким лозунгом представили свой проект победители. И это действительно будет так, если все пройдет, как показано в материалах генплана. Давайте разберем по порядку. Набережная. Здесь планируется самая масштабная работа. Она станет главной осью развития города. Вдоль нее разместятся культурные центры и гостиницы, формируя морской фасад города. Изюминкой станет площадь на воде. Зеленые зоны. Удобные улицы с парковой территорией свяжут все городские районы. А зеленые пояса на окраинах ограничат неконтролируемую застройку. Это видение, которое теперь нужно превратить в работающие инструменты, которые соответствуют законодательству, и неформальные инструменты, которые должны работать в городе через работу с сообществом. Чтобы жители приняли это как свое. Чтобы каждый из горожан, из дербенцев, он захотел, чтобы это было реализовано. Если какие-то решения не будут приняты жителями, их надо будет видоизменять. Не оставят без внимания и проблемные сферы города. Рассматривается даже вопрос об освобождении от налогов местных жителей. У местной власти есть возможности, не перебегая к изменению федерального и регионального законодательства, стимулировать жителей через отмену местных налогов. Это первое. Второе, конечно, нужно создавать какой-то некоммерческий фонд, который бы работал с жителями, некоммерческую организацию, работал с жителями Магалов и искал тех, кто готов действительно менять облик своих домов. У нас разный набор решений по каждому из направлений деятельности. Действительно, мы проработали отдельную юридическую часть. У города большие проблемы, которые достались им на наследство, связанные с недвижимостью, с имуществом, с застройкой, с земельными отношениями. Мы разработали блок решений для этой задачи, очень важных, потому что имущественный ресурс, он у города сильно ограничен. Также проект предполагает возведение двух новых жилых районов – на юге и на севере. Там появятся среднеэтажные застройки и социальная инфраструктура. На севере предлагается создание индустриального парка, в который будут вынесены все промышленные площадки. Сумму реализации точную нельзя сказать, почему объясню. Потому что, например, улица Агасеев, когда мы делали, смету только подсчитывают. Это сметчик должен подсчитать и сказать. То, что озвучивает здесь 700 миллионов, ну это нереально. Сумма будет намного больше. Конечно, намного больше. Бюджет, откуда деньги? Основной бюджет, то, что по государственной программе, у нас есть 23 миллиарда заложено. Но мы будем еще привлекать инвесторов, участников. В южной части, где сегодня расположен один из карьеров по добыче камня, победители предлагают создать современный оздоровительный центр. При этом сам объект планируется заполнить подогреваемой морской водой. Это позволит обеспечить круглогодичный купальный сезон. Здесь надо упомянуть важность исторического наследия. Дербент – это единственный город на Кавказе, который имеет статус ЮНЕСКО. Мы видим Дербент центром развития туризма в Дагестане. Сложно сказать, сколько людей он привлечет. Зависит от того, какая будет политическая воля, насколько будут успешны проекты развития. Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана Дербента стартовал 25 июня. Общий призовой фонд конкурса составлял более 14 миллионов рублей. Заявки на конкурс подали 26 участников, в составе которых более 60 компаний из разных стран мира. По тематам Канапова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент.